утро воскресенье мы готовимся завтракать сейчас я заварю чайном и нет наверно мы попьем кофе вот мы кофе же будем пить да чай тогда не буду заваривать пока лучше потом заваривать и сейчас мы будем есть вчерашний недоеденный шашлык и вчерашние грибочки очень нам все понравилось очень вкусно я даже чего он мясо есть но это я как говорится просто излишне взяла от жадности я еще три куска хотел 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 вам немножечко рассказать по месту мы обычно с ловой отдыхаем там вот далеко вот там деревья где и там как вы видели в моих предыдущих видео там такая горка такой крутой спуск и вход в воду минусы того места и плюсы этого здесь очень удобно завозить лодку то есть не нужно не корячиться ничего лодка спокойно и легко можно завести здесь удобно мыть посуду не нужно вот эти вот подъемы и спуски с водой если что достаточно ровная площадка вход в воду тоже достаточно спокойный ну правда вот грубо говоря два метра и все там глубоко но для меня это не критично так как я хорошо умею плавать в общем-то и купаться сейчас особенно не сезон уже как бы холодновато но все-таки очень как и там тоже или стая такое вот но который засасывает ноги не приятный заход воду но здесь нет камней как там в том месте есть камни теперь давайте по ми плюсом того места и минусом этого места здесь в отличие от того места очень маленький обзор то есть грубо говоря там с высоты видно полностью всю реку открывается великолепный красивый вид можно делать какие-то красивые фотографии красивая локация здесь конечно вот найти как это в поле в каком-то казахском сидишь не дерева нет ничего а все остальное как были удобнее здесь вот такой у нас завтрак сегодня доедание вчерашнего ужина о ребятки хочу вам рассказать одну пикантную подробность которая случилась эти ночью в общем со мной такого очень давно не было я короче говоря вам может говорила у меня есть некоторая форма фобии кластрофобия у меня но она не такая что прям вот я прям совсем там вот грубо говоря там в палатку не могла лечь но ночью я сегодня проснулась и у меня было ощущение что я задыхаюсь вот у меня я не смогла включить телефон фонарь не забыла вот про этот фонарь что его включать у меня началась паника очень был включил фонарь я открыла вот это вот одну вот эту шторку и дышал представляете я не могла дышаться у меня было ощущение что у меня в легких нет воздуха ощущение вообще не из приятных потом но я конечно умом то понимаю что это мне только кажется что задохнуться в палатке невозможно здесь вот есть вот такое вентиляционное вот отверстие там вот видите вот там карман такой то есть задохнуться здесь нереально но от того что было темно видимо и замкнутое это пространство на меня накатила прям реальная паника потом я постаралась конечно с собой совладать закрыла легла успокоиться постаралась и это уснула точно такое такое один раз со мной был в автобусе мы ехали и было очень много народа и меня тоже вот так вот со всех сторон сдавило мне было ощущение что я задыхаюсь я уж не помню как я там я куда-то растолкалась куда-то вышла ну вот второй раз у меня такой вот и вова иногда давно шутил он меня закрывал одеялом и пугал она вообще мне говорит вова если я говорю умру раньше тебя ты говорит перед тем как меня говорит опустить в могилу воткни нож в сердце а то я боюсь в гробу проснулся это шутки шутками я реально боюсь ничего смешного если вам будет где-нибудь в процессе немножко мешать ветер уж извините у меня смотрите разносилась моя ветрозащита вот вся разорвалась то есть нужно заказывать но у меня есть еще одна но она тоже как бы не очень хорошее состояние вот надо с алика заказать еще то есть заказать сразу их там штук 10 они стоят 20 рублей нет одна штука 20 рублей ну 100 рублей это вообще не не говорится не вопрос они в принципе надолго она хватает на год точно хватает так сейчас мы поели лежим отдыхаем нового выкрасить не надо поэтому я на него направлю камеру в общем опять еще одна пикантная ситуация у нас я всегда хорош да ты всегда просто не отразил одну пикантную подробность хотел рассказать уже не одну уже вторую до 2 сейчас мы значит завтракаем кофе все у нас хорошо вов говорит попробуем и кофе я пробую я во первых я свое пробовала она немножко кислит ну я думаю на фигу знает может просто на воздухе там или там просто но попал вино попал или хотя я чашки мыло перед этим как бы такая легкая кислинка думаю может быть и присуще кофе так я подумала хотя в общем-то взяла то что кофе который пьем постоянно там нет такого потом значит а вову вообще прям вот кислый кофе я смотрю в чё насыпан сахар и вов а где ты вообще взял эту емкость он говорит дома ты в прошлый раз там наверное сахара там осталось я вот сверху еще насыпал и взял а в этой емкости была лимонная кислота которой я чая машинку стиральный ну очень вот так вот теперь я здесь был на природе меня получается сахар беру ложечкой сверху и даже и не подозревал что там лимонная кислота но надо зачем-то поглубже там послаще но там оказалось покислее короче говоря вот так у нас теперь можно сказать сахар или сверху прямо очень аккуратно сгребать если он не перемешался там еще ну да кто-то ковыряется под низами да кто-то не видит какая как выглядит лимонная кислота для на мне сахар и сахар ну нет он отличается от сахара так слова мы отправляемся путешествие поедем опять в сторону кронска вов говорит давай вчера говорит может поедем в сторону пантомного моста ну как-то вот знаете там мне кажется с той стороны не такие живописные виды хоть туда мы уже ездили с вами но все-таки там более красиво на мой во всяком случае взгляд мы поедем немножко дальше чем вчера чем в прошлый раз с вами причалили на то место которое находится возле пронского монастыря прошлый раз нам очень понравилось это место и место здесь очень живописная знаете мне напоминает русские сказки мультфильм был про змею скоропею там тоже такие пригорки на пригорках домики стоят церковь там и мы заметили что стал подъезжать машина в машине сидел ну как мы сначала увидели два мужчины с бородой и женщины оказалось что это настоятель этого монастыря лука здесь я поставлю его фотографии так как люди приехали провести свой отдых искупаться и мне как-то было неудобно их снимать ну в общем мы немножечко перекинулись несколькими приветственными словами был очень приятный такой мужчина лука священник рассказал нам немножко про монастырь про то что он в 2006 году стали его восстанавливать что сначала здесь был православный лагерь детский вот пригласил нас посмотреть монастырь вот мы в интернете посмотрели что настоятель монастыря достаточно образованный человек имеет многосторонние разные образования в том числе даже гитис вот ну мы отправили не стали мешать в общем отдыху людей которые приехали этим боли мы просто так немножко причастили и поехали дальше проехали мост по которому ездят автомобили в сторону рязани с левой стороны речка керки мы с тобой на ней отдыхали но у меня есть видео рыбалка в мае что ли как-то так он называется ну короче рыбалка в мае называется там две части мы возле моста там отдыхаем а вот эта речка проня дачки он там такая неплохая дачка а а и Вова попробовал немного порыбачить. Я тут открыл свои сокровища рыболовные, ищет все эти свои приматки, воблеры. Ну, в общем-то, я думаю, для рыбаков это будет интересно, для женщин – не очень. Потом мы поехали на реку Керц. Хочу вам сказать, что вода там, ну, так, мягко сказать, не очень. Какая-то грустная, я бы сказала, вода, очень много листьев. Вот здесь мы как раз отдыхали в прошлый раз. У нас в одном из моих видео есть «Отдых Майя», по-моему, мне кажется, называется. Проехали под этим мостом. Ну, конечно, место здесь не такое живописное, не такое красивое, где мы отдыхаем последние разы на рыбалке. Ну, для интереса мы проехали. И даже на воде, вы знаете, какая-то, я не знаю, то ли это мусор какой-то, то ли что-то растет. В общем, остановились рыбачить. Вова, вот я тут вам показываю, как Вова поймал рыбку. И он, как бы, даже не знает, что это за рыба. То ли это галавль, то ли это жерех. То есть, если рыбаки есть и знают, а может быть, это еще что-то, если рыбаки знают, то, пожалуйста, скажите, что это за рыбка. Вот. Ну, как настоящий рыбак, такую маленькую рыбку Вова отпустил. Она вельнула приветливо хвостиком и скрылась в глубине. Так, это следующая уже рыбка. Прямо на камеру она. Снимала я против солнца, поэтому такой вот яркий отблеск от рыбы прям вот, прям даже слепит. И вода не очень, ну, вроде бы она так прозрачная, а вот когда снимаешь, все-таки, вот, наверное, уже все-таки время осени, она не настолько прозрачная для съемки. У рыбки немножко, наверное, прединфарктное состояние. И еще одна. То есть мы стояли там на таком перекатике, там достаточно мелко, и вот уловили вот таких вот рыбешек. Ну, это разбойник-окунек. Ну, половили немного рыбы. Вова удовлетворил свою рыболовную страсть, и мы стали возвращаться назад по той же дороге. На обратном пути мы опять встретили отдыхающего настоятеля монастыря в компании. Вот, помахали рукой мы приветливо, даже завернули, немножечко поговорили и снова поехали. Сегодня у нас очень насыщенный день. Батюшку встретили, теперь переплыли. Здесь ихтиандры плавают. Два, три. Три. Вон, видите, не знаю, конечно, моя камера возьмет. Нет, вон, трубочка над водой рядом с камышами. И ножки. Вон, еще один плавает. В общем, у нас очень разнообразные сегодня люди встречаются. Наплавались мы с Вовой, сейчас будем кушать доширак, пить чай. Тут у нас еще вот грибы есть, сейчас подогреем. У нас, в принципе, есть и тушенка, и своя, и покупная. Ну, что-то мясо мы вроде бы наелись. У нас даже мясо есть вон там, возможно, новое. Ну, мясо что-то нам не хочется. Хочется просто что-нибудь такое простое поесть. Без затей. Вот, и сейчас будем уже, Вова начинает собираться. В общем, мы будем сейчас поедим. Не знаю, может, чуть-чуть полежим. И будем собираться ехать. Жалко, что завтра мне, конечно, работу. После отдыха на природе нужен еще отдых дома. Ну, ладно, ничего. Скоро уже отпуск. На этом до скорых встреч. Помаши рукой.